Друзья, всем привет! Сегодня на моём канале Алекс Яськова. Меня зовут Алекс, кто первый раз на канале. У меня сегодня просто замечательная новость. Мы наконец-таки нашли, получили социальную квартиру в Аугсбурге. Мы сейчас живём в очень маленькой квартире, а это будет квартира намного больше. Я в дальнейшем покажу всё. Это около 90 квадратов плюс гарден, потому что это первый этаж, поэтому в целом это около 100 квадратов квартира. Ну, в общем, это здорово, мы рады. И она, конечно же, полностью пустая. Там нет ничего, ни кухни, никакой мебели, белые стены. И поэтому сейчас, конечно же, пока мы ждём договор, уже джоп-центр нам одобрил её. Мы полностью укладываемся во все нормы по социальному жилью, и по оплате, и по квадратуре. И вот пока мы ждём, уже под нас делает застройщик договор, мы сейчас смотрим мебель, потому что нам буквально на днях нужно переезжать. Я тоже буду это всё кому интересно, потому что это очень важная тема, очень сложная, очень такая для всех актуальна. Это тема жилья, поиска жилья, опять же, меблирование, всё равно обустройство жилья в Германии. Поэтому я это всё буду записывать на видео и сюда выкладывать чаще. И покажу вас, в какую сумму обошлась нам квартира по итогу её меблирования, и где мы что брали. И вот сразу скажу, что, конечно же, мы основную часть мебели смотрим на eBay бесплатно, или там можно за 10-20 евро, в принципе, всё купить. Но там вопрос доставки. Разборки доставки очень сложны, потому что у меня нет машины какой-то грузовой, универсала. Мы будем просить друзей помочь, родственников, потому что машина-седан, в неё очень много, ничего не влезет. Вот, кстати, рядом, покажу, грузят на кабриолет. Вот как раз засниму. Кстати, вот как раз стою и виден такой момент, как муж помогает в белый Mercedes, по-моему, кабриолет загрузить в какую-то тумбу или стол. Вот они пытаются впихнуть. Так что вот ещё один момент, как раз на стоянке. Вот я на стоянке приехала тут Поко, Юск и Икеа рядом. Приехала как раз записать видео и как раз показала, как люди возят мебель. То есть реально белый кабриолет, и в него грузится стол. А у меня седан, и в седан сложно что-либо загрузить, и поэтому проблема вот брать на eBay это доставки этой мебели. Но будем брать, будем просить как-то грузить, разбирать. Но мы решили сейчас пройтись по магазинам, посмотреть, может, что-то придётся докупить из нового. Может быть, что-то просто не найдём, потому что, ну вот я покажу сейчас хотя бы основные позиции в Юске, в Икеа, какая есть мебель. Я думаю, это всем будет интересно. И в дальнейших видео я расскажу, как мы получили квартиру. Я покажу саму квартиру, там классный гарден. Для меня это очень важно, что там, ну вот я показываю фотографию небольшую нашего гардена. Смотрите, то есть там можно поставить стол, можно ужинать, можно работать, сидеть за компьютером, за ноутбуком. Можно детям поставить там мини-бассейн какой-то, даже в Сони там играть, кукол купать. Ну, в общем, вот так вот. Так что для лета это вообще супер. И хотела, конечно, сказать, что да, в Аугсбурге найти жильё, как и в Мюнхене, это мега невероятно сложно. И, ну, это, конечно, я считаю, что всё равно это ряд такого везения, что мы его смогли найти. И нормальное, хорошее. В следующих видео всё подробно покажу. А теперь давайте посмотрим, что есть в магазинах здесь из недорогой, классной такой современной мебели практичной. Давайте смотреть. Вот сейчас покажу как раз вот в кабриолит. А, это БМВ. Загружен вот какой-то шкаф. Ну, вот так вот здесь возят тоже мебель. То есть чека-кабриолет. Вот в Украине такого никогда не увидишь. Вот наша машина стоит. И вот кабрик. И это нормально, кожаный салон. Ну, и вот магазины. Вот он, кстати, кстати, покажу. Вот он, мы зайдём в первый в Юск, потому что мне очень нравится Юск. Мы и в Киеве там покупали мебель. Ну, тут всё в одном месте. Получится ряд магазинов. Детские магазины. Вот это вот для террас. Ну, вот зайдём сейчас в Юск или в Джуск, как правильно называется. Вот тут как раз мебель. Самая, кстати, тут такая сложная тема, потому что это недёшево, и никогда на ebay практически не найдёшь. Это мебель для террасы. Из ротанга. Вот тут стоят столы и цвета классные. Ну, вот, например. А вот дешевле. 150 и со стульями 250-270. Стол где-то метр двадцать на шестьдесят, на семьдесят. Вот так. Вот такие вот кресла. Вот, кстати, интересно, сколько круглый. Стол. Сто семьдесят пять. Вот. Радиус сто десять. Всё, теперь пойдёмте в Юск. Вот сразу подушки. Опять же, вот уличные классные такие вот кресла. Вот, отлично. И мне что очень нравится, в Германии цвет очень распространённый, графит или чёрный. Как раз, как я люблю. Двести семьдесят пять евро. Вот ещё наружные вот такие вот мягкие. Как бы лофситики такие из ротанга. Ткань по качеству. И стоят они, ну вот, например, вот такой комплект 425 евро. Два шуля, софа, плюс киш. Ну, цвет потрясающий. Такой вот с коричневинкой, тёплый графит. Вот написано, что Outdoor Living. Двадцать пятьдесят процентов скидка, ангибот. Ну что, идём дальше. Вот столов очень много и стульев. Обеденные столы вот такие. Сто шестьдесят девять евро. Вот я сейчас покажу шкафы. Но в Poco, по-моему, дешевле. Вот этот шкаф. Двести семьдесят пять евро. Вот он, вот такой шкаф раздвижной. Даже если самый простой поставить. Он 349, побольше 449. Это, конечно, ну, такого плана. Такая самая-самая бюджетная мебель, но новая. И вот вообще такой вот, конечно, шкафчик самый-самый простенький. 150 евро. В общем, с кафе нужно брать на ebay. А вот покажу для девочек то, что мне до сих пор нравится. Вот такое вот небольшое трюмо. Красится супер. 115 евро. Вот такое с зеркалом. Но стиль классический. Ну, вообще, я смотрю, что юзка достаточно тут недёшево. Для беженцев. Вот я показываю для тех, кто переезжает и пока ищет шкафы. Есть временные варианты. Вот такие. Сейчас покажу цену. Вот тканевые. И их цена. Вот 30 евро шкаф. Вот поменьше 25. И вот такая вот ещё тумба, как я понимаю, для обуви. Вот она она. Она стоит всего 10 евро. То есть можно взять в коридор, допустим, на какое-то время. Вот такие комплекты есть. Но юзк тут совсем маленький. В Киеве он больше. То есть практически вот это и всё. Один зал. Поэтому я сейчас ещё посмотрю постельное. Гляну. Вот одеял много, конечно. Это лучше брать новое. Подушки. Очень много комодов. Но цены, я считаю, что, конечно, ну, я не могу сказать, что дёшево. Потому что вот, допустим, комод. 200 евро. Вот такой вот обычный, маленький для обуви комод. Вот он. Вот так быстро обставить за неделю квартиру 100 квадратов в юзке. Это нужна огромная сумма. Поэтому смотрим. Ну, вот так. Тумбочки. Вот они. Предстоит нам. Конечно, я думаю, что многие уже через это проходили. Потому что в Германии, да, вот у нас неделя нужна переехать. И квартира вообще полностью пустая. Друзья, ещё такой момент, что учитывая, что мы перед войной только закончили ремонт своей квартиры. И только сделали её так, как нам нравится. И мы, получается, прошёл год. Мы должны опять ещё больше квадратуры делать квартиру в Германии, опять обставлять. Но это какой-то сюрреализм. И я не знаю, хоть это и моя профессия. Но тут в данном случае нужно будет что-то сделать вообще из ничего. Вот. Так что делитесь в комментариях, кто пользовался какими тоже, вот чем, как обставляли свои квартиры в Германии. Недорого. Я подошла к одеялам. Вот 10 евро. Одеяло метр 35 на 2. В принципе, оно такое самое простое одеяло, допустим, на первое время. Всего 10 евро. Подушки по 40 евро. И подушки в основном квадратные. Кстати, давно отвыкли, но в Германии вот мы сейчас спим на квадратных подушках. Ну да, здесь вот у нас узкие, у них в основном квадратные. Сколько вот я смотрю, вот квадратные. А нет, вот есть по 8 евро. Вот 80 на 80, самая простая подушка там на первое время въехать, 8 евро. Есть, в принципе, и прямоугольные. Ну, есть 12 евро вот подушки. Так что, в принципе, можно две подушки по 8 евро и два одеяла по 10 евро. Но новая. Диваны, но не раскладываются. То есть в Юске они не раскладные, поэтому, не знаю, смотреть их нет смысла. Друзья, теперь я зайду в магазин ПОКО. В Германии очень распространенный магазин. И много раз слышала отзывы, что самые экономные цены именно в ПОКО. И глянем здесь двухэтажную кровать для детей. Вот, опять же, выглядит как магазин. Тут и велики продают, и все. И вон очень много мебель. Он намного больше, чем Юск. Тут действительно цены дешевле. Вот стол уличный, террасный. Метр 20 где-то на 60-70 евро. Вот 60-99. А, нет, он метр 38 на 78-72. Ну, кстати, класс. И вот 60 евро. Вот такой стол. Это действительно экономнее. Вот кресло. 69 евро. Тоже террасное кресло. И цвет графит. Мне очень нравится, что не коричневая, не рыжая. То есть, в принципе, можно даже вот, можно взять небольшой стол за 60 евро. Вот я еще покажу. Тут, оказывается, два или даже три, несколько этажей. Достаточно большой магазин. И вот, кстати, вот-вот-вот. Вот 40 евро. Тоже графит, но светлый. Вот такие стулья. Ну, вот небольшой гриль. Вот прихожая. Нам нужна как раз-таки верхняя часть. Вешалка, полка. Ее стоимость вот 80 евро. 90 на 41, на 30 нам подходит. Ну, и вот есть нижняя часть. Вот еще шкаф, прихожая. И тоже вешалка за 79 евро. Тоже 90 на 40. В принципе, такая графитовая. Хоть как-либо современная. Вот стулы за 99 евро. Ну, а так, я не знаю. Вот вешалка нужна, но вот эта маленькая и деревянная. Вот такой вариант тоже узкий и 79 евро. То есть, в принципе, так сказать, чтобы идеально было то, что нужно. Нету пока. Друзья, сейчас покажу варианты столов. Потому что стол это такое самое сложное найти на ebay в хорошем состоянии. И за хорошую стоимость. Очень много предлагают лаковых столов. Но лаковые столы, они реально царапаются и очень-очень непрактичные. Сейчас покажу, кстати, этот момент, как царапается белый лаковый стол. Вот на ebay очень много вот таких вот тяжелых с одной ногой белых лаковых столов. Вот они они. И он весь, если вы видите, поцарапан. Ну, блин, оно не видно. Ну, он весь залапанный. Вот царапины. И он весь залапанный, поцарапанный и очень-очень неудобный. Так что такие столы мы даже не рассматриваем. А вот неплохой вариант. Вот он, серый легкий стол. Вот такой вот. И у него цена и размер я сейчас покажу. Потому что найти такой на ebay бесплатно сложно. 160 евро, метр 60 на 90. Вот он, классный стол. Такой вот металл темный. Вот такой вариант, в принципе. Ну, такие деревянные мне не нравятся. 200 евро. Вот самый классный вариант стола. Очень стильный. Вот какой из ножей мы себе выбрали как вариант. Вот матовый, белый. У него акция. То есть 200 евро. Он стоит 160 на 90. И он, по-моему, разборной. Вот этот стол. Да. У него по сведению вот он разбирается. Ну, и вот такие вот ноги. То есть вот он реально очень стильный. А он разбирается в-в-в до двух метров. Вот до двух метров разбирается. Ну, вот хороший за 200 евро стол. Будем смотреть. Если мы на ebay не найдем бесплатно, либо дешевле подобный стол, там, допустим, евро за 30, 40, 50, 70, то мы этот стол заберем. Теперь я покажу стиральную машину. И стиральную машину мы решили брать новую по той причине, что у меня друзья недавно очень-очень влетели с этим моментом. Они взяли б.у. на ebay стиральную машину за 150 евро. На вид отличная. Причем там человек разбирается в строительстве. Смотрел все окей. Через месяц она заклинила. Заклинил барабан. И маслом залил темной машины маслом. Испачкал всю одежду. И, в принципе, он там как-то вылетел, ее выкинули. И они все равно заплатили 300 с чем-то евро. Еще сверху, имея проблемы, потеряв одежду. И взяли новую стиралку. Поэтому стиральную машину лучше брать новую. Вот покажу на них цены. В Германии очень много машин для внутреннего рынка. Разные фирмы. Хотя вот Гариня. Вот, пожалуйста, 369 евро машинка. Вот такая вот необходимая программа. И вот эти в районе 300 с чем-то евро машинки. Вот вообще машинка за 279 евро по акции. Тут тоже Гариня. Канди. Самые такие простые машинки. Но я думаю, что, в принципе, их хватит. И вот теперь по кухне. Вот показываю вариант самой недорогой кухни. Белой, вполне приличной. Встроенной. Ее можно взять по акции. 1699 евро. Входит в нее вся техника. Это посудомойка на 60. Вытяжка. Варочная поверхность. Духовка. И холодильник. В принципе, небольшой холодильник. Вот я показываю вполне нормальная кухня из МДФ ламинированного. Мойка может быть другая. И что самое интересное в этом варианте, если брать... А, кстати, вот смотрите, вот такой карго. Вполне приличный. И что самое интересное в этом варианте. Потому что, если брать готовую кухню вот так вот с выставки, ее можно буквально за день-два взять и сразу себе смонтировать. Либо смонтирует магазин, либо сам человек установит эту кухню. Но если заказывать себе кухню, то это будет, нам сказали, около 3-4 месяцев изготовления. Следственно, лучше брать вот такую кухню прямо с выставки, которая может подойти и вписывать ее в свой интерьер. Но учитывать подключение воды. Потому что подключение воды переносить в Германии нельзя. И еще очень хороший вариант взять кухню на ebay. Причем совершенно бесплатно. Или там за буквально 100-200 евро. Вот я показываю, как выглядит иконка мобильного приложения ebay. Думаю, все знают, но все же. Вот смотрите, мы нашли кухню на ebay. Вот совершенно бесплатная кухня. Вот как она выглядит. Вот я сейчас пролистаю. Это кухня IKEA вместе с техникой полностью. Вместе с посудомойкой, духовкой, вытяжкой полностью укомплектована. И еще вот с такими тумбами. То есть вся эта кухня, вот я ее показываю, вся эта кухня отдается бесплатно. Только нужно ее демонтировать и вывести, подключить. И вот таких вот вариантов, вот описание. Вот я показываю, вот описание этой кухни. Таких вариантов очень много. Так что есть вариант полностью в Германии хорошую кухню взять бесплатно. Так что вот мы этот вариант рассмотрим. Друзья, сейчас кто не знает, вдруг кто только приехал, я покажу, как искать на ebay бесплатно мебель. И вообще все, что угодно. И не только беженцы этим пользуются, не только украинцы. Немцы очень многие живут в отличных домах. Я это сама лично видела. И берут на ebay бесплатно мебель бэушную и продают также свою. И отдают точнее. Поэтому вот я показываю, смотрите. Вот сюда заходим, выбираем, пролистываем в конец фершенкин. Нажимаем. И здесь тоже фершенкин, это бесплатно. И вот всю фершенкин, то, что отдается. Ну вот, например, стол. Вот стол, можно в него зайти. Вот всю фершенкин. И вот такой стол. Кстати, вполне нормальный стол. Тумба. Вот он показывает, сколько стоил. Но она дается бесплатно. И бывает что-то здесь вот еще написано, прокомментировано. И вот где? В нашем городе. И вот так вот можно искать вообще все полностью. Вот все, что нужно на ebay. И вот тумбочка. Вот я еще покажу, как выставлять, где искать. Вот. И вот у нас Аугсбург, допустим, 150 километров. А можно один Аугсбург. Или можно вот, допустим, 3 километра от дома. От центра Аугсбурга. И любой город так можно поставить. Ну вот, и сразу меняется. Вот, допустим, бесплатный комод. Кстати, вполне классный. Как я понимаю, в детскую, да? Тут показано. Это, наверное, брак какой-то. Возможно, какой-то может быть брак. А бывает нет брака. И вот в Аугсбурге. Икеа комод. Можно, кстати, ограничить только мебель Икеа. Или какой-то другой фирмы. То есть, это очень-очень популярно в Европе. То, чего не было в Украине. БУ мебель. И причем, вот я видела, люди собирают мебель. Очень классно вообще по качеству, по стилю. Настолько интересно. Поэтому вот пользуйтесь, кто вдруг не знал. Вот диваны. Пожалуйста. Даже какие-то вон печи. Велики. Бесплатные велики. Лампу тоже можно взять бесплатно. Любой светильник. Вот я покажу. Мне нравится это уже в магазине. За 59 евро. Вот такой вот светильник, который меняет цвет на пульте. Очень-очень удобно. И так как в Германии часто в социальных квартирах потолки невысокие. Вот такие светильники плоские. Отлично подходят для потолка и для хорошего освещения. Это в магазине называется ПОКА. Вот мы себе купили уже на Эбэй стол. Совершенно классный. В идеальном состоянии. Метр 80 на 80. Регулируется по высоте. У него железная рама там внутри. Устойчивая. 19 евро. От нашего дома, я не знаю, километров пять. И вот его везем. Он влез в машину. Вообще просто супер. То есть 19 евро. Классный немецкий стол в идеальном состоянии. Вот вся правда о меблировании квартиры в Германии. Если вот нужно быстро и недорого, и вполне функционально, то вот можно и вот так. Я сейчас покажу еще один классный момент, который стоит взять. Вот 49,99 евро. Вот такие вот пушистые. Они вообще просто потрясные ковры. И вот лежат. Но они просто, они вот как кота гладишь. Для детской. Есть мне нравятся бежевые, серые. Мне нравится такой кремовый. То, что я хочу Сони в детскую. Он настолько мягкий. И он там стоит 50 евро. Они вот. Просто вот их как кота персидского гладишь. Вот эти ковры. Это просто супер. Они очень недорогие в ПОКО. Кому нужно разных размеров. Вон есть серый вот такой. Но это нужно показать. Потому что они вообще недорогие. Вот он. Какой белый, кремовый. И покажу вот маленький. Вот тоже супер. Вот они, они. Такие ковры. Так что вот ковры очень-очень недорого. Ну вот такой небольшой самый. Там, ну в районе вот. Вот их цена. Вот цвет. И дети, дети очень любят. А вот и все малюсенькие под ноги. 24 евро. Вот в Украине я долго такое искала. Это нереально. Там цены на ковры просто страшные. Вот кстати, вот эти шкуры тоже. Вот 19 евро. Вот эти вот шкуры. Вон какие. Не знаю. Это конечно кто любит. Но для спальни это супер. Сейчас покажу кровати. Вот хороший вариант кровати для ребенка. Вот такой двухэтажный. Потому что тут есть и ящик. И нормальная вот эта вот высота. Бортик. И ее цена 370 евро. 2 метра на 90. Ну вот в принципе такой вариант из недорогого. И вот есть такая классная. Но она дороже. Она со шкафом. Шкаф я думаю мы найдем недорого. Либо бесплатно. 2 может шкафа. Вот она 600 евро. Ну тут классная ниша. Тоже. А, но это плюс еще матрасы. Стоп. Это еще вот 2 матраса по такой цене. И вот это что-то еще там доплата. Идет. А здесь с матрасами она нет без матраса. То есть это вот без матраса еще плюс по 130 евро матрасы. И хотела показать, что есть более дешевый вариант такой. Ну я против этого варианта. Это вот. Получается 149 евро. Вот такая кровать. Опять же плюс матрасы. Но здесь вот кто такие кровати покупает. Нужно понимать вот это расстояние не сядешь. Оно очень неудобное. Вот это расстояние. Очень маленькое. Но сантиметров там наверное 70. Сколько? Оно сантиметров 60. Вот. Очень мало. То есть реально здесь как бы как келья какая-то. То есть если брать, то брать вот подобного плана кровать детям. Ну вот тоже серая. Но таких очень много на ebay. Но они кстати стоят тоже 150-200 евро. Их очень дорого продают эти кровати бэушные. То есть мы пока не нашли бэушку. Ищем. Вот ищем уже недели 2-3. И вот классный вариант. Но это у кого один ребенок. Или две разные детские. У нас детская одна. Потому что одна комната будет под кабинет. И вот такая вот с горкой. То есть здесь получится под наклоном стоит горка. И вот сюда можно все игрушки сложить. Ну классный вариант. Кровати 129 евро плюс матрас. Ну это все равно где-то там она 230 евро 250 выйдет. И вот такая же пацанячая пиратская. Кстати была на ebay. Можно найти. Но все равно опять же их продают дорого. Эти кровати. И даже вот эти. Я находила кровати вот эти по 150 евро. Ну они столько практически стоят. То есть не понимаю этого момента. Пока не нашла. В общем если мы не найдем кровать б.у. Хорошую. То мы остановимся на вот этом вот варианте. Вот. Она у нее цена. 370 евро. Новая хорошая кровать с ящиком. Так что скорее всего выберем ее. Вот например сцены на шкафы. Вот шкаф. Вот такой вот с ящиками. В принципе достаточно большой. Вот 300 евро. Его размер 2.06 на 2 на 60. Вот. Ну вот вот такие цены. Тоже вот по шкафам. Вот побольше шкафы. Но это уже 700 евро. Он 3.15 на 2.29 на 54. Так что сдвижные шкафы. Вот он. Вот. Вот этот шкаф сдвижной. Вот. Я показываю. Со скидкой 600 евро. В принципе это еще нормально. А. Так тут вот такие видите системы. Вот у них. Он не открывной. Он вот такого вот плана механизма. И на доводчиках. То есть это не просто шкафчик. А это тут все. Так я сейчас. Вот. Он очень тихий. Хорошая система. Сдвигается все. И две половины. Он получается. Одна половина мужская, женская. Огромный шкаф. Вот можно взять в пока. За 600 евро. 2.70 на 2.10. Вот кстати неплохой шкаф. По стилю. Пожалуйста. 500. 449 евро. Сдвижной. Ну в общем вот такие цены. Так что опять же нужно искать. Или б.у. Или брать. А вот есть 249 евро. Шкаф. Сдвижной. 195 на 170. Ну уже механизм вот такой. А механизм конечно другой. Совершенно другой. Так что очень много шкафов. Их много кровати. Много мебели. Но в целом обставить квартиру будет дофига. Вот вариант. 189 евро. Вот такой шкаф. Это вот если нужно самый новый экономный вариант. Двухметровый. Вот он. Он такой самый-самый простой вариант шкафа. Но большой достаточный шкаф на 2 метра. И вот еще отделение. И он стоит 189 евро. Белый. Просто белый шкаф. Ну конечно я думаю что нужно поискать на ebay. Или бесплатно. Или там евро за 20. И вот покажу то что я впервые вижу вообще в детскую. Мини гардероб. Это вот такая вот комнатка из мебели. И вот здесь полностью как гардеробная комната. Кстати очень удобно. Хлам весь бросить сюда. Зайти переодеться. Если там два ребенка живут. Разнополых. Вот. Вот такая вот комната. Вот это вот такой новый момент. Но в Украине я не видела. Оно интересно. Продолжение следует. Продолжение следует...